Витебская область 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 Витебской 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 область Развитаться с подполковником внутренней службы пришли коллеги, представники разных силовых ведомств и сумежных службов. На гражданскую панихиду в Витебск приехал министр по надзвучайных ситуациях Республики Беларусь Вадим Синявский. Оказалось, с Андреем Мазолем он разговаривал по телефону литерально за полгодины до трагедии. Пожар, угрозы для сотрудников никакой нет. Бросилось в то, что он начал активно давать указания своим подчиненным, чтобы они отошли на безопасное расстояние. Был уверен в том, что все будет хорошо и проблем не будет возникать. Но, к сожалению, через полчаса мы потеряли нашего товарища, коллегу, настоящего боевого офицера МЧС, который, выполняя свои служебные обязанности, умер при их выполнении. У нас осталась семья, жена, двое детей несовершеннолетних. Нами будет оказана материальная помощь. Уже ребята организовывают сбор этих средств для того, чтобы поддержать семью. Андрей Владимирович Мазоль действительно был человеком, профессионалом с большой буквы. Он всегда поступался с личными интересами во имя достижения результатов, во имя ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он отдавался полностью даже на всех занятиях и учениях, стараясь как можно больше передать тот свой опыт личному составу. Наместника начальника Витебска и областного управления МНС Андрея Мазоля проводили под гук пожарных сирен. Такая традиция. Поховают с ротовника за утро в Гомеле. Тым часом свыше 130 ранее невядомых месту похования мирных жихаров знайдено в полночном регионе за опошнее полгода. Украине протягивается расследование криминальной справы по факте геноциду насельництва Беларуси подчас Великой Айчинной войны и послевоенный период. Прокуратура в области доследовала сотни архивных документов, а пытала больше за 2000 грамадян, вязнев и их свояков. Устанавливаются новые места похования хвяр нацистских злочинцев. Три опошнее зих в Урассонском районе. В ходе расследования уголовного дела были получены архивные сведения о расстреле в 1943 году фашистами мирных жителей деревень Байдена и Харлаши. При этом из документов следовало, что тела некоторых убитых захоронили на гражданском кладбище в деревне Дворище. При обследовании территории данного кладбища установлены два памятных знака, расположенных на местах захоронения пяти жертв из числа мирного населения. Аналогичное захоронение прокуратура района обнаружила на окраине гражданского кладбища в деревне Мураги. А кроме этого, на территории Рассонского района прошли раскопки в рамках суместной праце с 52-м пошуковым батальоном Министерства обороны Беларуси. И они проводились у некоторых километрах от агрогородка Краснополе. У вынеку знойдены останки пяти червонармейцев. Призначена судово-медицинская экспертиза. Аршанская городская больница номер один имя Сямашки, окромя лечения хворых на коронавирус, протягивает оказывать плановую и экстренную допомогу. Кардиологичная, хирургичная и иншие отделения принимают пациентов по своей специализации. Для лечения ковид-пациенту выделены два корпуса на 300 ложков. Урачов потребуют предприемства района. Для тех, кто працует в червоной зоне, привозят горачие обеды. Прадоставляют медперсоналу транспорт для обслуговывания пациентов на дому. Подробясь с ней в наступном материале. Наталья Литвинова – наместник загадча к Аршанской больнице номер один имя Сямашки по медицинской частце. Урач с 30-ти годовым стажем разом с коллегами робить обходы пациенту, корректируют лечения, контролюя працу у отделения, где знаходятся пациенты с коронавирусной инфекцией. Важно было эффективно развести потоки хворых, поделивши больницу на червоную и зеленую зоны, каб пазбегнуть распаусюджывание инфекции. У Аршанской больницы до этого подошли отказно. Для лечения пациента с ковид вылучили два особные корпусы на 300 ложков. Там разгорнута мобильная лабораторная служба, працуя аппарат КТ, тому необходности доставлять пациента с ковид у чистые зоны нема. Более 140 кислородных точек расположены у нас в нашем стационаре для получения пациентами увлажненного кислорода инфекцией. На сегодняшний день около 80% этих точек занято. У нас есть закрепленные областные специалисты, которые могут ежедневно консультировать наших пациентов. И по телемедицине, что сейчас широко распространено, используется по телефонной связи и непосредственно выезжая. Приступая к работе с коронавирусной инфекцией, мы были в панике, нам было страшно от того, что инфекция новая. И как лечить ее было, в принципе, непонятно и неизвестно. Но на данный момент, конечно, нам тяжело. Я не могу сказать, что все очень легко. Но, по крайней мере, нам стало уже понятно, что происходит с пациентом и как помочь ему. Нам стало немного в этом плане легче. То есть теперь мы уже понимаем механизм действия самой коронавирусной инфекции на пациента, на его организм, как ему помочь. Работа урачов нелегкая. Вирус новый пациент. Умнох и реагуют на незразумелую хворобу по-розному. Часто эмоционально. Докторам удячны и за лечения, и за психологичную подтрымку. Очень хорошо относятся. Я им так благодарна за их труд, за внимание, за ласку, за все. Такого внимания вообще хорошо. И, во-первых, я поступила в таком бессознательном состоянии. Но сейчас мне лучше намного стало. Очень благодарна им за их труд. Подтрымливают урачов предприемства региона. Медыков, які працуют у червонной зоне, гарачим харчаванием забеспечивается льга с филиал «Тяпличны» предприемства «Витебскэнерго». С 19-го кастрычника кожный день у «Тымлику» и у выходные у больницу доставляют 120 комплексных обедов. Сотрудники сегодня реально нуждаются в поддержке. Горячая, очень горячая пора. Не всегда успевает отдохнуть человек, передохнуть. Поэтому, конечно, огромное спасибо «Тепличному», что привозят нам замечательные обеды. А кроме того, предприемства «Орши» что дня выделяют медикам транспорт для обслуговывания пациента у дома. Водители працуют с 8 до 21 у две змены. Не глядячи на уздым захворванье на ковид, больница не припыняла оказание плановой медицинской допамоги. У 10-ти поверховом корпусе размещены кардиологичное, хирургичное, гинекологичное, урологичное, офтальмологичное отделение. Яны примают пациенту по своей специализации. Кожный тыдень проходить каля 40 операций. Юлия Устинова, Вольга Масловская, Михаил Христофоров. Новины «Орша». И на гэтым выпуск новин завершены. Я с вами развитваюся. До сустречы. У ближайшие сутки в области Будевооблачное с прояснениями на дворье. Ночью и Раницей у многих районах днём местами невеликие дожди. Ветер поуднёво-заходний, заходний 6-11 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 2, плюс 7. Днём 8-13 тепла. У Витебску в облачно с прояснениями невеликий дождь. Ветер поуднёво-заходний, заходний 6-11 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 2-4, днём 8-10 градусов тепла.